На практике итоги форума жители области смогут оценить уже через месяц, когда в Автограде появится новый банковский колл-центр, а значит и новые рабочие места. В электронный архив будет стекаться информация со всех филиалов России. Размещаться новый колл-центр будет в старом здании Автоваза. Для этого помещение существенно реорганизуют. Еще один такой центр уже для другого банка будет построен заново. Он появится в начале следующего года. Помещение разместится между Самарой и Тольятти и будет рассчитано на 500 рабочих мест, которые займут IT-специалисты. Это подобный первый шаг, когда мощные центральные, скажем, ну или мощные компании, базирующиеся в основном в центре основные ресурсы, начинают рассредотачиваться. Конечно, это надо было делать значительно раньше им, значительно там 10-15, может быть даже 20 лет назад. Это во многих странах мира это сделано. Более того, во многих странах мира есть законодательные ограничения даже в столицах иметь объем банковского сектора, других направлений. И вот сейчас лед тронулся, и к нам сразу идут два банка. В конкурсе на размещение колл-центров на своей территории участвовало более 10 регионов. Сильную конкуренцию составило Подмосковье. Однако предпочтением было отдано Самарской области. Временные трудности, которые есть, мы стараемся всячески в этом преодолении этих трудностей помогать, как финансово, так вот и, скажем так, по-партнерски. Ну ничего, бывают сложности, в конце концов. Для того партнеры и существуют, чтобы друг друга... Вместе претерпеть. Да, вместе разделить эту ношу. Я уверен, что все будет нормально, в конце концов. Всего в инвестиционном форуме «Сочи-2016» приняли участие более 700 руководителей российских и иностранных компаний, более 70 российских губернаторов. Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Новое качество госуправления. Проекты для роста. Проекты для жизни», который пройдет во второй день форума. Валерия Макарова, Виктория Шаре. События. Продолжение следует...